Всем привет! Мы с вами снова в офисе службы доставки товаров Икеа в городе Саранск. Сегодняшний обзор мы посвятим цветам, которые продают в Икеа, но не живым цветам, а искусственным. Причем цветочки будут не в горшочках, а срезанные цветы. И ценовой диапазон мы выбрали от 49 рублей до 200 рублей. Объясню сразу почему. Это тот ценовой диапазон, в котором в основном заказывают все цветы в Икеа. У наших покупателей в Саранске очень часто возникает вопрос, а какой цветочек, какая у него фактура, из какой ткани он сделал, будет ли он держать форму. Вдруг он не будет таким красивым, как на картинке на сайте. Поэтому мы решили развеять все сомнения, и я думаю, что другим покупателям, других служб доставки товаров по России, и не только, будет интересно посмотреть данный обзор, и вы почерпнете много полезного. Ну что, давайте смотреть. Буду показывать в ценовом диапазоне от меньшего к большему. Вот такой вот цветочек, называется Орлики. Они есть оранжевые и есть белые с розовым. Стоят они 69 рублей. Показываю их сейчас поближе. Вот такие вот оранжевые. Лепесточки у них тканевые. Это видно, да? Причем, смотрите, ткань очень хорошо обработана. Краешки у нее не махрятся. Сейчас попробую помять. Вот видно, да? То есть сжимаю его много раз. И смотрите, то есть лепесточек опять установил свою форму. Его, в принципе, ничего не повредило. Сделаем еще вот так. Опять все на месте. То есть все принимает изначальную форму. Белый цветочек, тоже Орликин. Тоже стоит 69 рублей. Вот такой цветочек. Сначала буду показывать маленькие цветочки. Дальше есть у нас вот три таких гвоздички. В магазине Кея Нижний Новгород на момент съемки они идут по акции. Стоят они 49 рублей. Вот такие вот три цветочка. А так у них полная цена 69 рублей. Смотрите, белый цветочек. Кстати, вот хочу показать сам цветок, как это все сделано. То есть это все пластиковое. Но пластик такой податливый, мягкий. И цветочек вполне выглядит таким себе живым, натуральным. Все мы, я думаю, живые вспоминают своих усопших и уходят на кладбище. То есть цветочки, которые продают бабушке, они очень быстро приходят в негодность. Вот эти цветочки очень хорошо стоят. Это уже и личный опыт у нас у дедушки, такие гвоздички стоят. И опыт наших клиентов. Они не выгорают. Вот опять хочу показать вам, как это сжимается. То есть, видите, да, то есть ничего не ломается, не деформируется. Вот такие вот три гвоздички. Я думаю, что они вполне симпатично, достойно смотрятся. Из них можно сделать красивый букетик. Следующие цветочки одуванчики. У меня их два. Голубой и желтый. Есть еще белый. Но, к сожалению, на момент покупки в Икею Нижнего Новгорода их просто не оказалось. Они тоже по акции, тоже стоят сейчас 49 рублей. Полная цена у них 89 рублей. Показывать теперь поподробнее. Вот смотрите, сам цветочек. Вот такие вот лепестки у него. Дальше стебелек. Вот предыдущий я вам показывала. Там просто был такой пластик. Здесь он покрыт напылением. Такой эффект бархатной бумаги. Тоже хорошо гнется. Но сам лист у него уже другой. Он тоже из плотной ткани. Со всеми прожилками. Очень хорошо имитирует настоящий. Вот такой вот голубой одуванчик. Кстати, все цветочки на сайте Икея смотрите не по названию. Как я вам говорю, одуванчик, гвоздика. Просто вбивайте в поисковик с Мика. Это будет название всех искусственных цветов. Общая категория. Кстати, вот такой вот одуванчик длиной 30 сантиметров. То есть длина это от начала до конца у него. И еще такие моменты учтите. То есть вот это вот бархатное напыление, оно все-таки хрупкое. И вот при малейших таких царапинах оно стирается. Вот здесь вот на камере видно такие вот маленькие костки. Но они в принципе не особо заметны. И никоим образом на красоту цветочков не влияют. Дальше из коротышей у нас есть вот такие вот розочки. 89 рублей. Тоже розочка тканевая. Сам цветочек букет. Колючки, кстати, у нее тоже имитированы. Так вот колется все-таки ощутимо. Вот таких вот два лепестка у нее. И закрытый в бутон. Очень хорошо смотрится в маленьких вазочках. Еще один такой способ использования данных цветочков. Я думаю, многие видели. Есть всевозможные маленькие вазочки, в которые очень красиво смотрятся маленькие бутончики. Цветочки хорошо, легко сгибаются. Можно завязать узелком, чем угодно. То есть вот смотрите, да. То есть я сцепила. Ничего этого не распадается. И вы ставите спокойно эту вазочку именно так, как вам нужно. То есть цветочки такие многофункциональные. Не только можно поставить вазочку, но и при этом использовать по-другому. Кстати, киевские цветочки очень любят оформители. По крайней мере у нас в Мордовии их используют для оформления свадеб, каких-либо мероприятий. Они смотрятся очень красиво. Стоимость вполне адекватная. И они не так быстро выходят из строя, как живые цветы. Если не трудно, напишите в комментариях, какие цветы у вас есть из Икеи искусственные, как они у вас эксплуатируются, выгорели, потрескались, какие-то нюансы, может быть, возникли, понравились, нет. Все-таки стоят они практически как живые, да, срезанные цветы. Но, тем не менее, живут они гораздо дольше. Два вот таких очень симпатичных тюльпанчика. Тоже они мне очень нравятся. Смотрятся как живые. Особенно вот эта вот часть листок. То есть, вот, ну, очень сложно отличить от живого. Так вот все, особенно, ну, там, издалека, да, понятно, что если когда вы смотрите близко, вы это все увидите. Значит, смотрите, вот такой вот у него листок, как будто вот лист от ландыша. А единственное, что вот хочу поближе показать на камеру. Вот видите, вот у этого бутончика такие вот ниточки. То есть, когда ткань чуть такой другой плотности используется, либо, может быть, все-таки это заводской обрак. Я, например, вот такой не люблю. Поэтому, если, допустим, беру цветочки для себя, попадаются такие нюансы, я все это поджигаю, аккуратно убираю. Потому что это вот такой неряшливость, да, придает. Такой вот тюльпанчик 99 рублей стоит. И такой вот фиолетовый. Причем, смотрите, на фиолетовом то же самое. То есть, такие же вот ниточки торчат. Вот он, оттенок фиолетового. Попробую сейчас его развернуть. Что там у нас внутри? Внутри он склеен, а внутри получается, как вот у настоящего тюльпана, тычинки. Так, по коротышам все. Есть еще у нас вот такой вот цветочек. Интересные, необычные растения. Честно, в природе вообще вживую не встречала. Не буду говорить вам название. Поищите, пожалуйста, не поленитесь. Зайдите на сайт, посмотрите. Может быть, кто-то с живым таким цветочком сталкивался. В комментариях жду ваши отклики. Что это за растение? Как вообще оно живет, растет и так далее. Тоже выглядит довольно-таки натурально. 99 рублей стоит такой цветочек. Здесь уже стебелек такой же гладенький, плоский. Дальше. Ой, забыла еще один. Совершенно случайно упустила еще один одуванчик. То есть одуванчиков получается четыре. Белый, голубой, розовый и желтый. У нас не было, у нас белого не было. То есть у нас розовый, голубой и желтый. Вот они вместе. Очень такая яркая картинка получается. Дальше идут герберы. Я думаю, все, кто когда-либо составлял какой-то букет, знают, что герберы очень нежные. Их флористы используют строго по одной. Одевают в кармашек специальный. То есть тут даже у искусственного цветка его видно, что он такой весь нежненький, воздушный. Стоит он 129 рублей. Мне очень герберы нравятся, поэтому я считаю, что это такая достойная альтернатива живым цветам, которые день-два стоят и на выброс. Вот я смяла все лепестки, сминаю еще раз. Все то же самое. Бывают они, кстати, по акциям. Периодически мы их привозим где-то в районе 99 рублей. Вот такой вот красный с желтой серединкой. Стебелек у них у всех одинаковый. Они все такие бархатистые. И очень нежный белый цветочек. Красиво смотрится. Вот он. Потрясем. Покажем. Вот видите, здесь тоже есть такие вот небольшие махрюшки. Но на более мелком это не так заметно, как заметно на крупных цветах, как вот, например, тюльпан. То есть там одна большая плоскость. А здесь вот много мелких. Поэтому на большом количестве мелких лепесточков это не так заметно. Дальше розы. Кстати, хочу еще сказать, это не весь ассортимент цветов в Икее. Мы подчеркну, что цветы мы взяли до 200 рублей. В Икее есть более дорогой сегмент. Это высокие, длинные цветы. Поэтому если вам интересен обзор по более крупным цветам в Икее, обязательно пишите комментарий. Мы его снимем. Вот такая вот роза. Стоит она 149 рублей. Кстати, сделаны цветочки все в Китае. Вот видите тоже, да? То есть махрюшки вот эти вот есть. Они заметны. То есть их обязательно нужно будет подправлять. Но выглядит розочка очень достойно. Причем внутри плотненькая. То есть вот как должна быть такая вот хорошая живая роза выглядеть. То есть тоже есть колючки, как у малышки. Такой вот длинный стебель. И опять же, видите? То есть совершенно спокойно все это сгибается. И используете вы так, как вам нравится. Это розовая. Их два цвета. Такая бело-розовая и ближе к чайной. То есть здесь немного желтого. И дальше уже белые листочки идут. Такая вот белая розочка. Тоже 149 рублей она стоит. И остались у нас очень красивые цветочки. Не смогла их не взять. Они мне очень нравятся. Называются они Лютик. Вживую тоже не встречала их. Но вот так смотрятся. Пиончики напоминают. То есть сейчас в моде вот эти пионовые свадьбы. Потому что периодически у нас оформители их берут. Иди составляют такую вот красоту. Хочу показать поближе. Видите? То есть каждый цветочек. Это не отдельный цветок и все. У него еще есть средний бутончик. И малыш совсем. То есть он составляет такую вот уже красивую композицию. Получается вы покупаете один цветок. А фактически получаете три. У него тоже такой вот бархатный длинный стебель изогнутый. И вот такие вот тканевые лепесточки. Напоминают Петрушку. По размеру. Так, теперь покажу белый. Все то же самое. Только он у нас немножко помялся. Расправим. Вот такой вот белый. Средний бутончик. И малыш. Вот этот вот коралловый, который первый показывал, самый красивый. И розовый. Вот как они смотрятся. Ну что, друзья мои, все цветы, которые мы вам хотели показать, мы показали. У нас получилась вот такая вот охапка искусственных красивых цветов. Не забывайте оставлять свои комментарии, задавать вопросы. Пишите пожелания по видеообзорам. Всем пока и до новых встреч.